Приветики, дорогие друзья! Доброго времени суток! Вы на канале Mobile Gameplay. Мы продолжаем с вами изучать обновление 5.1, которое всецело посвящено празднованию, огромнейшему юбилею, все-таки 80 лет персонажу Чудо-женщина. По этому поводу в игре много активностей, связанных как раз таки с Чудо-женщиной, о которых я вам рассказывал в предыдущем ролике. В принципе, все, что я вам рассказал, все, естественно, так и сбылось. И знаете, что самое интересное? Что теперь я могу, наверное, сказать с полной уверенностью, что коллекция моих персонажей практически полностью... Как это сказать? В общем, все персонажи в моей коллекции имеются, потому что на данном аккаунте мне не хватало всего лишь Амазонки Чудо-женщины, и вот нам бесплатно абсолютно трехзвездную Амазонку Чудо-женщину выдавали. Хотя, в принципе, в основном этот персонаж продавался в платном наборе стартовом, и с небольшим шансом из некоторых сундуков можно было поймать эту самую Амазонку Чудо-женщину. Теперь вся коллекция в сборе, за исключением Бэтмена, который смеется, который должен уже в скором времени появиться. Пока что непонятно, когда это конкретно должно произойти, но то, что сольный рейд с Бэтменом, который смеется, будет сразу же после данного сольного рейда, то есть типа через недельку, да? А вот когда мы сможем поймать Бэтмена, который смеется в обычных сундуках, это по-прежнему остается загадкой. Но суть этого ролика заключается в том, что я хочу вместе с вами сейчас пройти испытание против на Чудо-женщину в золотой броне. И меня не столько интересуют фрагменты, вернее, как сказать, фрагменты меня практически вообще не интересуют, потому что до пятой звезды еще очень много фрагментов, обновлять попытки за гемы я не хочу, потому что это не тот персонаж, которого мне хотелось бы прокачивать. Но мне интересно посмотреть, все же выпадет снаряжение или нет, потому что этот персонаж, как и много других легендарных персонажей в моей коллекции, без снаряжения. То есть она голенькая совсем, такая несчастная. Я думаю, у многих проблема как раз-таки легендарных персонажей заключается в том, что они, к сожалению, нашему без снаряжения. Потому что сначала тебе нужно потратить просто гору самоцветов гемов на то, чтобы поймать этого персонажа, да, вытащить из сундуков. А потом еще большую гору нужно потратить на то, чтобы еще дополнительные сундуки открыть, из которых с небольшой вероятностью может выпасть как раз-таки снаряжение, да, для того или иного легендарного персонажа. Поэтому процесс прокачки легендарных персонажей, это всегда сложно, это всегда не очень удобно, и, ну, вы все это знаете, что я вам буду рассказывать, да, обо всем об этом. В общем, я надеюсь, что мне снаряжение выпадет хоть немножечко, и тогда чудо-женщину в золотой броне хоть немного можно будет прокачать. Тогда хоть какой-то смысл в прокачке этого персонажа появится. Но участники моей лиги, которые уже успели поиграть в данном режиме испытания против, да, с чудо-женщиной, они уже сказали, что никому за, получается, сколько, за шесть попыток никому ни разу не выпал фрагмент экипировки. И это печалит, безусловно, потому что я нацелен на то, чтобы мне немножечко упала экипа. Ну, давайте посмотрим. Первый бой пройден? Выпадет что-нибудь или нет? Ну, конечно, нет. И фрагменты, кстати, да, абсолютно по стандарту выпадают. На первой сложности 1, на второй сложности 2 и на третьей сложности 3. С небольшой вероятностью того, что на третьей сложности нам может выпасть 4 фрагмента. Ничего себе, какая щедрость. А на второй сложности 3. Ну, вот как-то так. Если вы будете собирать чудо-женщину вот прям с нуля, ну, конечно же, это очень много надо потратить самоцветов на обновление попыток, чтобы открыть ее, да, и насобирать нужное количество фрагментов посредством как раз-таки прохождения испытания против. Поэтому самый верняковый, конечно, вариант, но тоже затратный, это вот поймать хотя бы изначальный стартовый набор фрагментов, чтобы открыть этого персонажа в принципе как такового. А вот режим испытания против уже использовать именно в разрезе того, чтобы достать экипировку бесплатно. Но, как вы видите, вот первые две попытки уже закончились, а экипировка не выпала ни разу. Но я вас хочу заверить, что в принципе это официальная информация, разработчики официально, во всяком случае, написали о том, что экипировка есть в этом испытании, и она типа должна падать. Но зная Незеров, они же могли что-нибудь накосячить, нам вот иконку профиля в честь DC Fandom тоже всем раздали, да, уже только после обновления. Хотя во время DC Fandom во внутриигровую почту приходило сообщение о том, что мы вам дарим иконку профиля, посвященную DC Fandom. Кто ее получил? Правильно, никто. Поэтому, может быть, и здесь заявлено, что экипировка выпадает, а на самом деле они просто забыли активировать выпадение экипировки в данном испытании. Поэтому она никому и не падает. Но пока что, пока что, теория о том, что экипировка не выпадает, подтверждается. Три боя из шести пройдено, и экипировки как не было, так и нет. Но, как говорится, надежда умирает последней, будем ждать до последнего шестого боя. А как мы так промахнулись, мне казалось, что сейчас мы с щитом точно должны были попасть. Так, ну что? Что в этот раз нам выдаст игра? А ничего, а ничегошеньки. Ну и, кстати, да, стоит еще обратить внимание на то, что, как я и говорил, на первой сложности по одному фрагменту, а на второй сложности по два, и на третьей, соответственно, сейчас, скорее всего, три фрагмента будет. Но, если вспомнить предыдущее новое испытание в режиме против на Супермена-собирателя миров, участникам моей лиги тоже практически не выпадала экипировка. А я, если мне не изменит память, собрал, по-моему, четыре из пяти экипы. Либо три из пяти. Ну, в общем, мне она выпадала. Да, не так часто, как хотелось бы, но, в принципе, она была. И этого нельзя отрицать. Оп, батареечка немножко разрядилась, но, я думаю, 20% нам должно хватить, чтобы дозаписать данный ролик. Ну, экипировка, падай. Да? Нет. Не так-то просто. Не так-то просто. Это все выглядит, как хотелось бы. И последний бой остается. Обновлять за самоцветы я однозначно не буду, потому что я сегодня краем глаза увидел слитый геймплей Бэтмена, который смеется. Там, ну, очень интересно все выглядит. Я очень жду сундуки с этим персонажем и вам советую. Персонаж интересный однозначно. Нужно будет его доставать. Причем там же новая механика задействована. Такой уникальный в своем роде персонаж. Сделали его интересно. В принципе, в нем очень много фишек, которых не было еще в Injustice 2 Mobile. Поэтому, ну, хотя бы для коллекции, как по мне, однозначно стоит его доставать. Ну, сейчас контратака. Все. Пока. Ну, может, хоть сейчас хоть одна экипировочка. Пожалуйста, Injustice. Давайте. Эч. Нет. Хм-хм-хм. Так, стоп. Подождите. Рано еще прощаться. Я тут вспомнил, что у меня же есть еще второй аккаунт. Это, кто не знает, самый-самый-самый-присамый первый аккаунт, на котором я начинал играть. Он у меня в качестве такого добивающего элемента в моей лиге присутствует. Но на этом аккаунте мы же тоже можем себе позволить пройти испытания против и посмотреть, выпадет ли экипировка на этом аккаунте, чтобы уже быть, ну, скажем так, хотя бы на 50% до конца быть уверенными, что с экипировкой все же что-то не так в данном испытании. Я не буду затягивать эту часть ролика, сейчас мы быстренько пройдем все три круга испытания, а потом я вторые попытки, которые у нас есть, да, я просто скипну с помощью симок и заодно мы посмотрим, выпадет ли мне что-нибудь в итоге или все же нет. Но, в общем, хотелось бы, конечно, но будет смешно, если на аккаунте, на котором я не играю в основном, да, и где экипировка, по большому счету, для этого персонажа вообще не нужна, мне в итоге что-нибудь выпадет. Вот это будет реально фиаско, как говорится, да, но, не знаю, посмотрим, посмотрим, тихонечко, тихонечко, хотя это такое тихонечко, тут же все, в принципе, легко. Кстати, условия для прохождения этого испытания не такие уж и сложные, да, на первой сложности одна чудо-женщина должна быть, на второй сложности две чудо-женщины, а на третьей сложности тоже две чудо-женщины. И третий, третий, третий сложность, третий сложность. Так, ну, давай, игра, удиви меня. Хотя, о чем это я? Разве инжасти сможет удивлять? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, все остальное, как и говорил, скипнем за симки. Сейчас мы немножко тут подеремся. Ну, куда, куда, манта, давай, вот, нападай на нас. Чего уходишь-то? Чего уходишь? Куда уходишь? Зачем? Ой, даже так. Грод нас даже проатаковать решил. А мы вот так его сразу контратакой и все, чтобы он не успел в нас отразить урон. Потому что он только что сделал спецприем и сразу... О, зато тут четыре фрагмента выпало. Сразу после того, как персонаж, который имеет отражающий щит, делает свой спецприем, мы должны делать свой спецприем, чтобы отражающий щит противника не сработал. Ну, скажите мне, где справедливость в этом мире? Но зато мы теперь убедились, что экипировка падает. А, возможно, она падает после того, как мы проходим бой за симки? Кто знает? Да ладно, серьезно? То есть две экипы мне упало? Пофиг, что это повторки. Но они упали. Хм. Нет, ну понятно, что я буду на основном аккаунте теперь просто скипать. Надеюсь, и там получится. В общем, теперь мы переходим к завершающей стадии ролика уже на другом аккаунте. Кто-то надеялся, да, на эту экипировку? Я тоже надеялся. Плюс ко всему, я же теперь VIP-игрок, грубо говоря. Я задонатил в Injustice, но могли бы мне немножко вероятность подкрутить. Но кто не понимает, это я шучу. Я понимаю прекрасно, что никакой донат не влияет на рандом в Injustice 2 Mobile. К сожалению или к счастью. Кстати, сегодня в бесплатном сундуке, который ежедневно с 21 по 26, у нас будет выходить сундук, который посвящен Чудо-женщине. Кто не знает, вот он находится в магазине в разделе спецпредложения. Вот тут в самом конце. Но просто когда вы его открываете, его уже нет. Но он ежедневно появляется. В общем, в этом сундуке вам могут выпадать фрагменты новой классической Чудо-женщины. Сегодня мне как раз таки 10 фрагментов классической Чудо-женщины упали. Абсолютно бесплатно можно попытать счастье и открыть этого персонажа, не покупая данный пропуск. Ну а если вам не повезет и вы через бесплатные сундуки не откроете данную Чудо-женщину, вы можете дождаться сезона вторжения классической Чудо-женщины. Как обещают разработчики, уже в ноябре сезоны вторжения будут, естественно, в режиме арены. Все, на этом ролике я заканчиваю. Пока что экипировка не падает. И подтвердить информацию разработчиков о том, что в данном испытании мы можем получить комплект экипировки для Чудо-женщины в золотой броне, пока что не удалось. Пишите в комментариях вы, пожалуйста, насколько вам активно падает экипировка из этого испытания. Ну а затем я буду с вами прощаться. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Пока. Субтитры подогнал «Симон»